Противодействие терроризму – это исключительно важное, но не единственное звено в цепи всеобщих усилий по обеспечению международной безопасности. В настоящее время мы являемся свидетелями набирающей силы деградации системных основ этой международной безопасности, которые создавались с середины прошлого века. Одной из причин и результатом этого процесса стало разрушение доверия между странами. Последний печальный пример. Прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Очередное мероприятие. И кто его поразил, знаете. И вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет мы начнем бороться против этого страшного зла, тратить деньги, проводить конференции. И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, они, возможно, будут инициаторами проведения этих конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться? Но ту проблему, которую я только что назвал, по ракетам, терроризм, против которого мы сегодня боремся, просто померкнет перед этой проблемой буквально через пару лет. Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай Бог, чтобы эта война хотя бы обошлась без ядерного оружия. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе, в нашей тихой, спокойной, это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений. Она уже нашлась. Притом она идет очень быстро. И вы знаете, в ведущих странах настолько форсирует этот процесс, что во время испытания нового оружия просто десятками, сотнями гибнут люди. Для восстановления доверия Беларусь последовательно настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога, как на региональном, так и на глобальном уровне. Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим странам и народам. Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одно из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе. Беларусь, являясь полноправной участницей договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут окружать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет. Я заявляю, так как глава государства расположена в самом центре европейского континента, где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах. Они все прокатились через нашу землю. Убежден, что декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий. Но ведь и договор о нераспространении ядерного оружия и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными. Убежден, что совместные действия по сохранению достижений договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашем континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия. Пусть сегодняшний форум станет площадкой для самого откровенного и конструктивного диалога. Уважаемые друзья, и еще. Очень богатые страны говорят, вот у нас много денег, поэтому в гонке вооружений мы выиграем. Поверхностное заявление. Сегодня технологии и так развиты, что не обязательно в этой гонке вооружения быть первыми. Не обязательно кого-то догнать, перегнать или кому-то убежать. Сегодня даже со средним достатком страна может произвести такое оружие, для современных технологий, что этим богатым, которые хотят быть лидерами в этой гонке, мало не покажется. Есть.